Приветствую вас, друзья! Гусь с вами! Вы не представляете, как бы мне хотелось сказать, сегодня у нас на обзоре BMW R1100 или там Honda X4 Как я скучаю по мотоциклам, вы даже себе представить не можете Да-да, я по-прежнему в Батуми, я уже здесь три месяца, осваиваю город, осваиваюсь сам, пытаюсь изучить максимально, максимально адаптироваться Я уже успел и отдохнуть, и пожить в старом центре Кстати, есть некие нюансы проживания в старом центре Казалось бы, все красиво, все хорошо Море в пешей доступности Красивейшая улочка Вот эта вот старина, аутентичность Прямо от меня заходит Но есть некие нюансы Я как-то раз вышел на свой маленький балкончик И какой-то такой неприятный душок защекотал мои ноздри Оказывается, друзья, спорта веет мазутом Таким самым настоящим тошнотворным мазутом Так что имейте в виду Если вы будете снимать жилье рядом с портом Вот этот вот запах может вас Несколько беспокоить А так, жить в центре мне очень понравилось Единственная проблема с парковками Но тогда меня этот вопрос Ну, практически не волновал Вы понимаете, на что я намекаю? Тогда у меня не волновалось Сейчас, значит, что-то изменилось Да, друзья, я купил транспортное средство Нет, это не мотоцикл К сожалению Ну, потому что здесь Во-первых, зима Во-вторых, постоянно дожди Ну, сейчас мне не надо мотаться Мне нужно какое-то было ведро Которое бы более-менее передвигалось Ведро с гайками Я такой и купил Да, да, я не купил какую-то там роскошную тачку Ибо я нищеброд Вы все это знаете Нищебродчики, как мы Нищебродчики Нищебродчики с нами Нищебродчики лучше Лучше нас Кстати, насчет рынка автомобилей Я сниму отдельный ролик Мы посмотрим мою тачку Посмотрим тачку моего напарника Она чуть поинтереснее Чуть подороже Пробежимся по низу рынка Ну, потому что Ну, по верхам смысла нет А вот Ну, что у кого есть деньги Он, естественно, если выберет хороший автомобиль И ему не нужно мое мнение Не нужны мои рекомендации А вот тем, кто Там на руках Там тысячи, полторы Три тысячи долларов Имеет И хочет более-менее удобоваримый автомобиль Купить я Уже как бы Расшарил рынок И могу кое-что посоветовать Посмотрим цены А сейчас, наверное, друзья Ну, что, наверное Самое насущное начнем Начнем с работы Ну, реально Хочется 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 денег, друзья Хочется денег Хочется зарабатывать уже деньги Я не был особо оригинален И устроился Ну, пошел я в столярку опять работать Как же это было Что за столярка Я вам сейчас все покажу Может быть, даже какие-то объекты поснимаю Хотел поснять до Нового года Но была такая реальная зоопарка Что просто вот Работали каждый день Чуть ли Да, шесть дней в неделю Мы работали Перед Новым годом Да, работы действительно много Спрос на мебель в Батуми бешеный Столярок тоже достаточное количество Однако не все могут предложить Мебель приемлемого качества По низкой цене Ну, цех вы видите какой Оснащение, оборудование, условия труда Тоже понятны Используемая фурнитура Скажем так Оставляет желать лучшего Есть некие проблемы с фурнитурой Но при этом Мебельный рынок Достаточно перспективная тема Я считаю Кто хочет заниматься Как говорится Welcome Я в цех не пошел Пошел на монтажи Поскольку в последнее время Занимался именно монтажами Когда в бытность мою мебельщикам И это мне более близко Свою трудовую деятельность Батуми решил начать Именно с монтажей А дальше Как говорится, друзья Посмотрим Ну да, какие-то первые деньги Я увидел Это так было Ну достаточно приятно Когда вы в чужой стране Начинаете зарабатывать И не тратите Свой золотой кубышку Но я эту золотую кубышку Потратил на машину Не поторопился ли я? Вот вопрос Да, такая мысль Иногда мне закрадывалась Голосу Типа нахера ты купил Это такая некая привязка К месту К стране Скреп Вот это Скрепа Модная В России было слово Такое Чем-то тут закрепиться Зайкориться Да, мне Батуми нравится Я всегда это говорил Слово плохого Про Батуми Никогда не вылит Из моих уст Есть некие нюансы Но в принципе Город Отличный Для жизни Удобный Комфортный Мне здесь очень нравится Не знаю Кому-то может быть Будет интересно Мои дальнейшие планы Как я уже ранее говорил Ну, я не связываю Прям всю свою дальнейшую Жизнь с Грузией Это прекрасное место Чтобы немножко Прийти в себя Я пока здесь Не знаю Насколько Надолго Сейчас у меня Такой план Минимум Немножко быть По течению Вот и есть Дай бог Работа Не это Так я найду другую Если вы приехали сюда Без денег Не стремитесь Там заработать Сразу много денег Вот Потому что Ну, это мало реально Мало реально Если вы устроитесь Простым работягом Просто плывите по течению И Наслаждайтесь тем Что у вас получается Ну, получается Зарабатывать Мне какие-то сейчас деньги Я доволен Хватает мне На оплату квартиры И на еду Там, на бензин Теперь И слава богу А дальше посмотрим Задача сейчас Минимум дожить до лета Вот Начать путешествовать Все-таки изучать Огрессности И вам их показывать И находить более Такие Удобоваримые локации Чтобы никто не стоял Над душой Как сейчас И не мешал мне С вами Друзья Общаться Это ты сейчас На кого жалуешься? На тех Кто не подписывается Катаешься Катаешься По всему свету Тратишь сумасшедшие Бабки На производство Терпишь Вот это вот Все Вы понимаете Насколько опасна И трудна Наша профессия Вот этих Видеомейкеров Постоянно Даже не нужно Лезть в какие-то Джунгли Там К этим Крокодилом Питоном Вот Джунгли Вот они Джунгли Тут Нервы Нужны Стальные Среди Находясь Людских Джунгель Случаются В нашей Конечно Профессии Приятные Моменты Когда Встречаешь Некое Такое Чудо Ну это Так Резко Это Крепко Кстати Да По поводу Заработка Сколько Можно Заработать Вот Руками Как я Ну вот Смотрите Я Первый Месяц Зашел Мы Мы Работали Да Шесть дней В неделю Мы работали Не разгибались Практически Что-то Ну Двух Тысяч Не Заработал Этих Ларий Не Долларов Ларий То есть Что-то Там Около Того Было Две Тысячи Ларий Это 750 Долларов Так Примерно Конечно же Друзья Я уже Снял Новую Квартиру Два Месяца Я прожил В роскошных Апартаментах В старом Центре С видом На море И на Старый Город Набрался Позитивных Эмоций Но Как говорится Пришло Время Немножко Понизить Планочку И жить Посредством Я считаю Мне крайне Повезло Я снял Неплохое Жилище Практически В центре И цена Друзья Вы сейчас Удивитесь 250 Долларов Друзья Я Счастливчик Сейчас я вам покажу Квартиру Может вы скажете Что ты за бомжатник Снял Еще и радуешься Этому Давайте посмотрим Такой небольшой Рум Тур Итак Ну конечно У меня не ширик Поэтому вряд ли мы что увидим Но вот такая у меня Кухня Гостиная Сразу скажу В квартире есть газ Вот такая примитивная Газовая плита Но все таки На газу Удобней Готовить Чем на Электричестве Ну кто к чему привык Есть большой холодильник Есть примитивная Старая стиральная машинка Но Работает Со скрипом Но работает Есть вот такой вид Из окна Да друзья Это первый этаж Вид на машины Вид на дорогу Люди прям проходят У меня Под окнами Но в принципе Это меня не пугает Я уже привык Едем дальше Имеется телек С кабельными каналами Имеется кондиционер Но это не основное Отопление Друзья Чему я не сказанно рад Такой вот интерьерчик То есть есть такой старый Дубовый стол Диванчик Мое рабочее кресло Мой маленький компьютерный столик Стеллажик Со всякой фигней Вот это вот деталь Немаловажная Часы казалось Но здесь смотрите Что есть Здесь есть влажность Вот сегодня Она более-менее приемлемая 74% Это потому что Давно не было дождей Когда идет дождь День-два Влажность поднимается До 88 Есть санузел Естественно Он такой Весьма примитивный Но я вас все-таки Сюда На экскурсию Приведу Значит смотрим Унитаз Все Так по вам жестки Раковина И душ Друзья Душек Отдельной душевой кабинки нет И прям Мыться надо Вот здесь Прям вот здесь Мы на себя поливаем водичку И вода стекает Трапик в полу Ну что ж Поехали дальше Вот здесь Это такой Симбиоз Бывшего кондиционера И газового отопителя То есть там стоит на улице Газовая колонка И там Насос Циркуляционный насос И все это как бы Подогревает Мою квартиру Вообще скажу Хозяин Такой народный умелец Ну его говорится Такие Всякие поделки Ну на уровне Такого колхоза Там еще Одно кресло Стоит И вот То входная дверь И небольшая Тумбочка Ну пойдемте Спальня Такая вот у меня Двуспальная кровать Составлена из двух Что крайне неудобно Но пока один Ну тут Такой Убогий шкаф Водильная доска Ну и собственно говоря Все И вот такой вид Из второго окна Во дворик Где всякая Херня Лежит Вот это та самая Колонка Которая обогревает Мою квартиру Отопление Свет выходит Где-то Ну долларов Тридцать месяц Вода здесь бесплатная Поэтому Лей не хочу Как говорится Кстати Вода в Батуми Очень хорошая Я сейчас покажу Нечто уникальное Смотрите Это новый чайник Я купил два месяца назад Я пользуюсь этим чайником Два месяца На студии На своей В центре И посмотрите Два месяца эксплуатации Накипи Нет вообще То есть абсолютно Чайник зеркально Чистый Воду я наливал Сключительно из-под крана Поэтому водичка Очень классная В принципе Можно из-под крана Ее смело Пить, друзья Вот Такая у меня квартира Напишите Пожалуйста В комментариях Смогли ли бы Вы жить В такой квартире За 250 Долларов Надеюсь Вам было интересно Познавательно Так что Ставим лайки И подписываемся Кто еще не подписан Пишем Что вас интересует В прекрасной Грузии Внезапно Внезапно Из-за кустов Мужик с метлой Выскочит Думаю Шабаш На шабаш Собираются Работники ЖКХ Местного Кстати Тут все очень чистенько Убирают Город Город вообще чистый Особенно центр Вот эта Зона набережной Парк Очень красиво Поэтому вообще Никаких вопросов Батуми Батуми мне очень нравится Можно сказать Я его даже люблю Ну Он такой своеобразный В плане климата В плане зимовки Здесь конечно Не очень комфортно Хотя вот 16 января Ну Нет Не смотрите Что я так легко одет Я куртет снял Я в зимней куртке Я хожу в двух капюшонах Потому что С сырой Вот это Чуть ветерок Благо сегодня нет ветра А если чуть ветерок Это прям вот Такая промозглость Ну наверное Ну наверное Как в Питере Только там минусы Здесь плюс 15 Если есть деньги Как бы Прикольно Можно взять хорошую квартиру Если вы не запариваетесь Насчет денег Да Нет у вас проблем Но опять же Если у вас есть деньги Если у вас такое количество денег Чтобы жить здесь хорошо То можно жить хорошо И в другом месте Не знаю Для кого Батуми Тут хрен его знает Для нищебродов Тоже он не подходит Потому что дорого Очень странный Очень своеобразный город И его наверное Надо просто Ну полюбить Либо как-то вот Приехал И вот И теперь уже все Все вот как я Приехал Все я здесь Дальше я никуда не могу Двинуться По причине отсутствия денег Поэтому здесь я нахожу Только положительные моменты В этом городе И стараюсь Как-то здесь Просто выживаю Сейчас Но выживать тоже Можно по-разному Можно Так сказать Постоянно в печали В какой-то Находиться Но я стараюсь Быть на позитиве Чего и вам желаю Друзья Позитива Удачи Денег побольше Новому году Мирного неба Скорей бы Эта война Уже закончилась Так что Всем мира Добра Удачи Лайки Дизлайки Комментарии Пишите Короче С вами был Андрей Гусь Пока Пока Поснимай Там Сняла Там Где-нибудь Фонарики Красивые Там Я не знаю Спасательный круг Что Там Болт Ганат Я сняла Ганат Ты не сняла Он такой Очень экзотичный Там Бухточка Как скручена Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова